Организатор Кубка развития Федерация Хоккей Беларуси преследовал две цели. Первая благотворительная. 25% от вырученной за билеты суммы получит Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии. Вторая цель – дать клубам, завершившим борьбу в чемпионате Беларуси, возможность не закиснуть в обычных тренировках до конца сезона. 8 команд ожидает напряженный график, в которых сыграют 14 интереснейших матчей. Мы, во-первых, продлили сезон, дадим шанс попробовать молодым ребятам себя. Так бы сезон в феврале месяце бы закончился, так мы на два месяца его продлили. И хоккеистов будет меньше паузы, они будут расти, они будут развиваться. Чтобы играть в хоккей надо играть, а просто тренироваться на земле или отдыхать, ну, с хоккеем это не имеет ничего общего. Для нас это полезный турнир, потому что мы внимательно просмотрим и молодых хоккеистов из нашей второй команды, некоторых новичков. И посмотрим, как продолжать или нет сотрудничество с нашими, с не всеми хоккеистами. Бресту доверили открыть кубок и провести первую игру турнира. Соперники достались непростые. Лидские рыцари играли практически с колес. Два первых периода зубры показывали хорошую игру и вели в счете 2-1, даже успев забить в меньшинстве. Но Лида раскаталась к третьему игровому отрезку и матч завершился со счетом 2-4 в пользу гостей. Приятно начинать турнир с победы, с тяжелой. В этом сезоне игры в Бресте на выезде нам даются очень непросто, очень. Вот. И, скажем, полигры вкатывались, потому что тяжеловато было с автобуса играть. Но, тем не менее, провели характер. Мы играли половину, а вторую половину закатывались. Смотрели, как отлично Лида действует в большинстве. Своим меньшинством недоволен. Третьим периодом полностью по итогам этого матча можно сказать, почему Лида играла в плей-офф, а мы нет. Кубку развития Брестский клуб подошел хоть и молодой, но достаточно сыгранной командой. Сегодня перед хоккеистами стоит задача показать высокий результат в турнире. Перед тренерским штабом найти для зубров оптимальный вариант по составу к началу нового сезона экстралиги. Хоккеист должен выходить на каждую игру, выигрывать. Если хоккеист выходит на игру просто поиграть, это уже не хоккей, это какой-то другой вид спорта, который к спорту не имеет отношения. Задача побеждать во всех играх. Как она будет выполняться, я думаю, что 50% в их мы выиграем минимум. Я уверен в команде, в ребятах, в тренерах, которые работают. Впереди у хоккейного клуба «Брест» два выездных поединка сегодня и завтра. Зубры сыграют против молодежки из БФСО «Динамо» и столичной сборной «У-20». Ближайший домашний матч 26 марта. Брещане примут коллег из Могилева. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.